Мы привыкли к какому-то западноцентричному взгляду на мир. Нам кажется, что вот свет клином сошелся на ЕС, на событиях в США, в Британии. Но на самом деле большинство населения нашей земли, оно живет немножко в другой картине мира. И сейчас важно нам для себя эту картину мира открывать, в том числе через вот такие визиты, через участие в таких организациях. Ну и самое важное, через открытие этого мира незападного для себя. Это не просто потому, что мы любители экзотики, а потому что центры развития смещаются туда. И нам, естественно, нужно ориентироваться и на них. А самое главное, поскольку там действительно находятся искренние друзья, союзники, партнеры, которые не требуют от нас политических каких-то уступок, не давят на нас со своими ценностями, со своей идеологией. И в этом плане равноправие и стремление найти свое достойное место среди тех, кто тебя уважает, вот это важный посыл, ориентир для работы нашей страны, в том числе в такой организации, как ШОС. Сам формат ШОС, он достаточно такой мягкий, да, то есть там много игроков, там нет блоковой дисциплины так называемой, да. То есть это в большей степени, ну такая площадка взаимодействия, да, но тем не менее и она уже важна для формирования многополярного мира. То есть площадка, где страны без западного посредничества могут обсуждать и решать важные вопросы. Будут ли жесткие союзы и блоки, может быть и не нужно, чтобы они были, да, потому что это тоже, ну, издержки определенные несет. Это блоковое противостояние, блоковая дисциплина, если начнет появляться. Это, ну, тоже история такая известная нам, и не факт, что к этому нужно обязательно стремиться. Но то, что конфигурация мира становится альтернативной, да, альтернативной западному доминированию, это уже факт, и ШОС в этом смысле играет свою роль. Хотя бы вот в такой форме мягкой площадки для взаимодействия и сотрудничества стран не Запада. Продолжение следует...